сегодня у нас будет необычный тест-драйв я бы даже сказал нетривиальный нет мы конечно прокатимся на обновленном outlander тем не менее поговорим о компании mitsubishi при том как в мировом масштабе так и в местном региональном дело в том что у нас новенький автосалон открылся при том это первый автосалон mitsubishi в россии в 2017 году вот чувствую себя штирлицем для тех кто не смотрел знаменитый советский сериал про нашего разведчика сейчас объясню штирлиц ехал за рулем и думал думающий разведчик красной строкой проходит по фильму 17 мгновений весны а уж где есть свобода к мысли как не сидя за рулем вот и я ощущаю себе штирлицем еду а мысли в голове крутятся только что пообщался с гендиректором новенького автосалона mitsubishi мы затронули разные темы и кое-что сейчас прозвучит вживую а знаете что удивительно как же похоже судьба японской компании в мировом масштабе и на местном российском рынке а конкретно в новгородском регионе в чем же похожесть спросите а вот сейчас и расскажу жизнь mitsubishi motors последние годы не назовешь радужной спад продаж различные скандалы из последних это топливный который ударил не только по имиджу компании но и опустил стоимость акций а на российском рынке я помню как для меня стало шоком когда несколько лет назад на автовыставке я не увидел легкового модельного ряда где lancer где кольт продавать в россии только кроссоверы и внедорожники это было не лучшее но вынужденное решение но о местных проблемах чуть позже перемены в компании просто напрашивались и у них появилось имя карлос великий и ужасный который вывел альянс рено nissan в мировые лидеры сначала в пятерку ныне в тройку крупнейших автоконцернов а с присоединением к альянсу митсубиши речь заходит о первом месте в мире любопытно что после покупки акций митсубиши карлос гон пообещал сохранить руководящий состав вот здесь он пожимает руку осаму масу к действующему тогда президенту компании но я догадывался так не будет вы знаете прозвище этого человека убийца расходов и гон стал косить расходы в том числе и в виде руководящего состава и конечно сам возглавил митсубиши вот теперь я могу сказать что над судьбой компании расходятся тучи и всходит солнце грядут перемены к лучшему и вот тут-то я проведу параллель я смотрю на своего собеседника и вижу в нем местного карлоса гоно и груз по ночи кризис на дворе продажи автомобилей падают и вдруг новенький автосалон вы знаете мы считаем что все великие дела начинались в кризис любая компания которая хочет чего-то добиться она должна думать о том как и не просто выжить а как и начать какое-то новое дело именно в кризис вот такой человек нужен был бренду митсубиши в регионе который понимает и не отрицает существующие проблемы но смотрит в будущее я замечаю мол на местном рынке у митсубиши фактически не было своего отдельного автосалона была некая мульти брендовость то есть в одном здании японцы кучковались с другими марками были проблемы с обслуживанием сервисными компаниями до чего там многие владельцы митсубиши предпочитали ездить за сервисом питер как вы решите эти проблемы вам их решать вы теперь представляете японцев вы знаете отвечу так на этот вопрос на самом деле переговоры с дистрибьютором по поводу открытия нового салона велись 15 года только в шестнадцатом году они получили некое заключение в виде дилетского договора дилетского контракта наиважнейшей частью было строительство нового салона в котором будет представлен один бренд ну я считаю что мы вы посмотрите мы с этим успешно справились вторая часть это строительство новых ремонтных цехов и поэтапно мы в новгороде предоставим максимально возможные условия для клиентов которые дает дистрибьютор хочу отметить что мы и на сегодняшний день выполняем гарантийные обязательства перед клиентами выполняем все сервисные компании вот здесь я должен признаться что григория степановича знаю давно и знаю не иначе как руководителя одно из лучших из того региона на особую высоту он вывел кузовные и покрасочные работы а в последние годы развивал весь спектр автомобильных ремонтов именно поэтому у новгородского митсубиши двойное я бы сказал профессиональное название неудивительно что владельцы японцев сюда потянулись и на то и на сервисное обслуживание и конечно на ремонт и с увеличением потока машин сервис потребует и увеличение площадей с этим связана вторая очередь строительства а конкретно расширение сервисной зоны не без гордости генеральной мне показывает эти сертификаты мы обучены мы соответствуем стандартам японцев а существующая база и персонал позволяет проводить работы на должном уровне ну да теперь владельцам митсу нет нужды гонять в северную столицу за обслуживанием авто более того когда григорий степанович говорил мне о том что они выполняют и сервисные и отзывные компании с чем раньше были определенные проблемы это связано не иначе как с возвращением лояльности клиентов я понимаю японцев все-таки они подрастеряли клиентов за трудные годы надо возвращать и это правильное решение да ну вот как я отметил они планируют на этот год увеличение продаж на 20 процентов при том приз при том при всем они для увеличения на 20 процентов объема продаж вкладывают в рекламу на 50 процентов больше чем в прошлом году ух это меня радует но посмотрим на автосалон осматриваем модельный ряд кроссоверы и внедорожники pajero sport это легенда у которой пожалуй одна из лучших внедорожных полноприводных трансмиссий супер селект но как же здесь не хватает легковушек и григорий степанович не скрывает они ждут и новый lancer и новую машину b-класса и кстати еще один новый компактный если хотите городской кроссовер этот у генерального загораются глаза он не рассказывает о том как в жене и представляли вот эту новинку eclipse cross до чувствую что руководитель уже заболел маркой он описывает eclipse превосходных тонах лучшая подвеска лучший дизайн а ведь пожалуй таким и должен быть хороший автодилер вот такие мысли крутились у меня в голове во время этой поездки я не могу назвать ее полноценным тест-драйвом outlander а скорее разведка раз уж сегодня в роли штирлица тем не менее на трапку съехали все-таки кроссовер кстати отмечу что попросилку на ауте можно и втопить подвеска терпит третье поколение комфортнее предыдущего хотя асфальтовый стыки чувствует впрочем и колесики на тестовой машине 18-дюймовые красивые но не самые комфортные кстати о комфорте по-российски руль с обогревом в зоне обхвата а лобовое стекло обогревается все однако на этом месте я пожалуй и буду ставить точку